здравствуйте дорогие друзья сегодняшнее видео посвящаю изготовлению бизи борда своими руками для любимой дочери жена попросила чтобы я сам сделал бизи борд немного поизучав вопрос решил что нужно много времени и предложил купить когда узнал что самый простой бизи борд стоит от 50 долларов то решение поменялось и начал изучать вопрос более детально сам бизи борд это занимательная доска на которой ребенок будет развивать логику моторику память и усидчивость существует множество видов бизи бордом от самых простых немного сложных очень сложных самый простой это одна доска от этого варианта я сразу отказался к стене его просто не поставишь нужно сверлиться и прикручивать поэтому решил изготовить классический двухсторонний бизи борд он устойчивый компактный его можно сложить убрать и удобен для переноски ну а теперь приступим к изготовлению для начала изготовления доски нужно выбрать материал для этих целей подойдет дсп двп фанера или пластик толщиной минимум 5 миллиметров на даче оказался кусок из 100 фанеры поэтому выбора материала был предрешен теперь определяемся с размером немного погуглив выяснил средний размер одной стороны 70 на 50 сантиметров так и решил делать с помощью рулетки уровня и карандаша делаю разметку на фанере две ровные панели 50 на 70 далее вырезаю здесь главное не спешить остались еще куски решил еще вырезать 4 небольшие панельки размером 10 на 15 сантиметров потом расскажу для чего следующий этап это обезопасить панели так как после резки края острые и загнать занозу не составит особого труда для этого нам понадобится наждачка вручную сразу скажу работа не простая а когда под рукой есть специальный инструмент процесс ускоряется и облегчается выравниваем так как фанера не новая на поверхности есть небольшие изъяны и неровности избавляемся от них после работы грубой наждачкой необходимо все довести до идеала более мелкой дабы наш ребенок не травмировался по всей поверхности проводим рукой чтобы не было зацепов щеткой очищаем поверхность от пыли и приступаем к лакокрасочным работам мелкие панельки решил выделить цветом в один слой благо в наличии была морилка а основные панели просто покрыл лаком в три слоя лак должен быть безопасным и покрываем любую поверхность минимум в два слоя кстати мелкие панельки после морилки я покрыл только двумя слоями лака все работы связаны с резкой шлифовкой и покраской настоятельно рекомендую выполнять не в квартире грязная работа закончена приступаем к сборке для начала подберем комплектующие которые будем монтировать на нашей панели порывшись по всем полками коробкам я собрал вот такую подборку пульт калькулятор лампочки еще калькулятор звонок счеты какая-то фигня мышка щетка от робота-пылесоса кодовый замок на бутылку веревочка от затычки в ванную телефон слайдер провод с вилкой дверная ручка светильник гирлянда светодиодные на батарейках аквабокс от экшн камеры брелок с подсветкой планшет для рисования и так по мелочи а вот что пришлось мне докупить выключатель розетка саморезы по дереву завесы разные и ручки перед тем как начать монтаж выкладываем все детали на поверхность и придумываем их расположение так чтобы был смысл и друг другу не мешали после того как придумали расположение приступаем креплению все что можно прикручиваем а остальное приклеиваем начну с монтажа панелек теперь об их предназначении они будут служить как распашные дверьки поэтому прикручиваю к ним петли и завесы далее устанавливаю розетку и выключатель выключатели делаю отверстие а на проводе делаю узел и его просовываю в это отверстие выключателя все остальные элементы креплю или двухсторонним скотчем или клеем переходим к второй стороне по аналогии с первой сразу устанавливают дверь только в перевернутом виде для разнообразия дверной ручки просверливаю три отверстия и также прикручиваю креплю остальные предметы после того как предметы все на месте даем высохнуть клею согласно инструкции после высыхания соединяем две стенки между собой с помощью двух петель конструкция собрана и хорошо стоит на ковре но если поставить на гладкую поверхность то стенки разъедутся что очень плохо тут и понадобится нам веревочка от затычки ванку разрезаем ее пополам и прикручиваем в торцы стен предварительно просверлив отверстие так как если не просверлить то слои фанеры просто разойдутся все ограничители на месте и конструкция стала более надежнее для удобной переноски бези борда сверху прикручиваем ручку также заранее просверлив отверстие как видим бези борт складывается и спокойно переносится за ручку и еще решил установить светодиодную подсветку если вы хотите сделать тоже подсветку она ни в коем случае не должна питаться от сети 220 вольт то есть от розетки только 5 или 12 вольт от батареек с помощью пистолета с клеем полностью про кругу проклеиваю провода во время сборки бези борда вспомнил что где-то лежат наклейки детские от сяоми но и подумал почему бы их не применить клею их в пустые места и за дверьки чтобы при открывании у нас появлялась картинка работа закончена заценим результат в принципе все получилось замечательно результатом я доволен надеюсь моя доча тоже заценит мои старания и в заключении если после просмотра видео у вас еще осталось желание сделать бези борд самому то помните что самое главное в изготовлении это безопасность ребенка кстати не обязательно придерживаться этой инструкции по сборке и применять те же предметы как и я вы должны сами проявить свою фантазию и не забывайте учитывать возраст ребенка так как ему должно быть интересно они скучно или слишком сложно на этом видео подошло концу всем спасибо за просмотр не забываем подписаться на канал обязательно ставим лайки всем пока